ну теперь я понимаю с чем вы пришли ко мне на этот раз видов нарушений сна очень много я не сплю и просыпаюсь среди ночи в два-три часа в мысли лезут очень нехорошие в голову негативные мысли симптом нарушения сна зачастую приходит к пациенту с депрессией до того момента пока у него появляется угнетение настроения ангидония я не сплю говорит другой потому что ему мешают беспокойные ноги и в этой ситуации вы удивитесь но не нужны снотворные препараты а нужны так называемые противопаркинсонические средства которые ему помогут избавиться от синдрома беспокойных ног наконец я не сплю или совсем не сплю и не смыкаю глаз говорит другой и это очень интересный феномен агнозии не узнавание сна об этом мы поговорим попозже ну и конечно у меня плохой сон говорит храпун человек плохо спящий из-за его синдрома апноэ сна ну давайте теперь поговорим с вами расскажите мне пожалуйста а что вы делаете перед сном может быть вы смотрите фильмы для того чтобы уснуть да я смотрю но всегда включаю ночной режим чтобы свет стал теплым и помог мне уснуть настолько помогло что мы снова здесь может быть вы пьете кофе перед сном нет вы что я пью только кисель кисель ладно нет это была шутка я пью чай и притом зеленый он кстати успокаивает может быть вы что-то едите на ночь перед сном тяжелым но нет я не только салат и иногда шоколад и так резюмируем перед сном вы пьете зеленый чай вы едите вы смотрите планшет смотрите кино ну да все верно так просмотр кино питье зеленого чая еда на ночь все это мягко говоря не совсем верно мы много раз говорим о гигиене сна правильной гигиене сна и я вынужден опять в очередной раз все повторить сон это удивительное событие в жизни человека это треть жизни человека и надо относиться к нему с уважением поэтому в вашей жизни должны быть определенные ритуалы сна вы должны готовить себя ко сну ну во первых перед сном вы не должны смотреть раздражающих передач читать каких-то новостей не надо выяснять отношения с близкими домашними прогуляйтесь займитесь какими-то спокойными умиротворяющими делами не стоит выполнять тяжелых физических упражнений максимум что надо сделать это легкая прогулка с близким человеком подышать свежим воздухом воздухом в парке просто погулять одному со своими мыслями например да следующее ни в коем случае нельзя передать последними исследованиями показано что или тяжелая пища или даже высокоуглеводная диета перед сном нарушает ваш сон и плитка шоколада или кусочек шоколада на самом деле приводит к тому что ваш организм попадает большое количество кофеина равно и зеленым чаем и зеленый чай никоим образом не успокаивает вас он наоборот будет возбуждать конечно вашей спальне должны быть очень плотные шторы через которые не пробивается свет еще очень важная рекомендация уберите из вашей спальни телевизор и все гаджеты потому что например когда вы смотрите в ваш телефон перед сном вы уменьшаете выработку мелатонина мелатонин это важнейший нейротрансмиттер который открывает ворота сна так вот знаете если вы смотрите перед сном ваш гаджет уровень мелатонина резко понижается помните об этом когда засыпаете вы и когда вы готовите ко сну ваших детей чего греха таить они очень часто используют телефоны даже лежа под одеялом перед сном не используйте горячий душ и не ходите в баню таким образом вы ломаете свой циркодианный ритм именно температурный циркодианный ритм ведь к вечеру температура нашего тела начинает плавно понижаться это абсолютно физиологический процесс а внедряясь вторгаясь в этот нормальный физиологический циркодианный температурный ритм вы повышаете температуру своего тела и тоже это может привести к нарушениям сна кстати вы знаете а я перед сном частенько принимаю ванну а давайте разберемся вы стоите под горячим душем или вот сидите в этой самой ванне я ложусь в ванной и постепенно начинаю расслабляться и когда чувствую что меня клонит ко сну я иду и ложусь спать а вот здесь давайте разберемся вы долго лежите в ванной температура воды начинает плавно опускаться и приходит к тому самому варианту физиологическому варианту который позволяет вашему организму расслабиться и это никоим образом не противоречит моим рекомендациям появляется сонливость вы спокойно уходите в спальню и там засыпаете хорошо ну а если этот метод не сработал что вы делаете садитесь за планшет и смотрите кино нет мне вообще-то частенько удается заснуть на аппликаторе лепко это знаете ли такая площадка с гвоздями никогда таком я не слышал уже это интересный метод используют такие доски садху на которых надо стоять кстати я периодически это делаю мне подарили вот такую доску и что происходит есть очень мощное рефлекторное воздействие на биологически активные точки которых огромное количество на стопах на кистях есть многие из вас слышали о суджок терапии и это все определенные ветви рефлексотерапевтических воздействий и игл рефлексотерапии аурикулотерапии все это образно говоря находится в одном поле что происходит я сразу оговорюсь что многие эффекты мы не можем раскрыть с помощью современных научных методов но то что есть определенные действия и кстати говоря успокаивающие действия когда человек стоит на гвоздях когда человек подкладывает аппликатор скажем под шею под поясницу здесь разные могут быть точки зрения на то почему это работает кто-то считает что таким образом человек отвлекается от боли где-то происходит эффект расслабления я могу сказать как вегетолог что включается очень мощно включается так называемые вегетативные механизмы включается автономная нервная система и возможно повторяюсь еще раз нет таких жестких научно обоснованных методов которые бы оценили вот этот эффект с помощью какой-то электронейромиографии электроэнцефалографии и так далее но методы работы тем более что для сна используются и другие методики представьте себе что есть исследование которые показывают что использование тяжелого одеяла ну скажем килограмм на 7 на 8 помогает человеку уснуть другой вариант один из моих коллег разрабатывал музыку мозга и он проводил исследование электроэнцефалографических параметров и записывал определенную музыку таким образом что она сочеталась с биоритмами мозга человека сейчас в скором времени появится такая технология она где-то через полгода войдет в общем медицинскую практику я буквально недавно читал об этом серьезную статью и это тоже позволит человеку уснуть без использования препаратов первым методом лечения бессонницы является не таблетка не укол не капельница является когнитивно поведенческой терапии это специальная психологическая методика когда пациент страдающий от бессонницы приходит к врачу и он с ним начинает разговаривать менять превратные ошибочные представления о его сне убирает какие-то блоки тревожащие мысли и это методика номер один существующие во всех современных рекомендациях по лечению бессонницы давайте подведем итоги и так вы плохо спите и вам кажется что вы вообще не смыкаете за ночь глаз то есть абсолютная бессонница так да бывает и так вот для того чтобы разобраться с типом ваших нарушений сна нам необходимо провести полисомнографическое исследование это единственный точный метод который позволяет разобраться а что же происходит с вашим сном ну знаете вот есть эко г когда мы оцениваем состояние дел в сердце да есть в рентген графе кости мы можем посмотреть так вот на сон мы можем посмотреть с помощью полисомнографического исследования в моей клинике которая находится по адресу город казань улеза достойка 52 так вот в моей клинике есть замечательные сомнологический центр где мы проводим эти полисомнографические исследования с помощью этого метода регистрируется колоссальное количество самых разных параметров жизнедеятельности вашего организма во время сна от движения глазных яблок до уровня кислорода движение ног и прочее прочее это нам позволяет подчеркну еще раз объективизировать картину вашего сна мы выстраиваем ту самую гипнограмму графическую картину сна на которой мы видим что происходит с вами и кстати мы можем здесь увидеть когда вы видите сны прогноз погоды какой прогноз погоды прошу прощения зарапортовался конечно гипнограмма и нарушение сна дорогие друзья вы видите здесь гипнограмму то самое классическое изображение нашего с вами сна сразу хочу сказать что это физиологический сон и гипнограмма абсолютно соответствующая норме обратите внимание w wake up это уровень бодрствования дальше вы видите что кривая начинает опускаться вниз некой ступенечкой вот точно также ступенеобразно мы постепенно погружаемся в сон все глубже и глубже и наконец доходим до фазы глубокого сна дельта сна сразу хочу сказать что разные фазы сна отвечает за абсолютно разные физиологические функции и процессы происходящие в мозге в разные фазы сна они отличны друг от друга потом вы видите что вновь подымается вверх кривая и здесь небольшой такой участок плату это фаза быстрого сна почему и так назвали в этот момент глазные яблоки двигаются активно быстро именно в этот момент мы с вами видим сны таких периодов в течение ночи проходят 46 это абсолютно физиологическая норма абсолютно нормальная ситуация но вот какая штука может возникнуть совершенно иная картина сна вы видите что на этой гипнограмме стремительно меняется как чистокол вот эти вот кривые и человек спит плохо его сон поверхностный вот в этот самый момент мы понимаем что его уровень сна приближается к уровню бодрствования но на самом деле он спит и пациенту кажется что он за всю ночь не сомкнул глаз вот это та самая агназии сна или не узнавание собственного сна когда мы показываем подобную гипнограмму и объясняем пациенту в какой-то степени это психотерапевтический прием который показывает что вы спите на самом деле вы спите и сон у вас есть и наша задача сделать так чтобы он стал глубже что вы меня терзаете этими своими рассказами про гигиену сна что просто уже наконец-то выпишите мне какую-то таблеточку траквилизатор я просто приму и усну давайте еще раз таблетка это не панацея для вас особенно еще раз повторю что начинаемое лечение нарушений сна с долгого разговора с пациентом о условиях его сна о гигиене его сна соблюдает ли он эту гигиену сна правильно ли он подходит к ритуалу сна и так далее потом метод номер один я уже это тоже говорил в лечении нарушений сна это когнитивно-поведенческая терапия занимаются ею специально подготовленные врачи и сомнологи психотерапевты психологи и во всех международных современных рекомендациях это первая линия терапии бессонницы пациент говорит дайте мне таблетки а какие таблетки мы ему можем дать дело в том что для каждого вида расстройств сна ну например обусловленного тревогой депрессией или синдромом беспокойных ног нужна своя терапия и эту терапию назначает врач в одном случае нужен антидепрессант в другом случае противотревожный препарат в третьем противопаркинстанические лекарственные средства храпуну нужна специальная маска сип-ап комплекс который облегчит его состояние в ночи и так далее и это делается после консультации с врачом после подробного разговора и обследования нашего пациента страдающего от бессонницы никакого самолечения не должно быть ведь транквилизаторы о которых нам так часто говорят пациенты это пусть образно говоря в никуда до на короткий период времени мы их используем чтобы снять тревогу действительно на короткий период мы можем улучшить качество сна назначив снотворные так называемый z гипнотики но выписываются все эти препараты по рецепту а часть из них по специальному рецепту почему это сильнодействующие средства которые вызывают привыкание да действительно ряд транквилизаторов могут вызвать привыкание и многие больные которые уже годами их принимает приходят ко мне для того чтобы я восстановил сон но сделать это бывает весьма трудно z гипнотики принимаются на короткий период всего три-четыре недели не более и поэтому банальная фраза посоветуйтесь со специалистом чтобы решить свои проблемы со сном батюшки впервые кто-то у меня уснул на приеме ну что ж я всем вам желаю сладких снов до встречи во сне и не верю